Ванквиш 440 от Minilab. Металлоискатель, который с момента появления находился в тени своего более популярного соседа, Ванквиш 540. При этом отметим, что такая роль второго плана досталась Ванквиш 440 и явно не заслужена. В данном обзоре мы расскажем, из-за чего все нацелились на 540-ую модель, и долгое время, совершенно зря, не обращали внимания на Ванквиш 440. Поговорим о глубине обоих приборов, а также рассмотрим характеристики 440-ой модели. С них и начнем. Как и во всей линейке металлоискателей Ванквиш, в его 440-ой модели реализована Multi-IQ мультичастотность. Примера такая же, как и в профессиональном и дорогом приборе Equinox. Благодаря Multi-IQ металлоискатель производит сканирование одновременно на большом спектре частот, от низких до высоких. А обычный же металлоискатель, как правило, работает на одной поисковой частоте. Чем-то хороша мультичастотность Multi-IQ. Если кратко, она избавляет пасковика от необходимости постоянной подстройки металлоискателя на грунт и выбора оптимальной поисковой частоты. Это и не только Multi-IQ реализовывает в автоматическом режиме. По сути, он помогает вам приступить сразу к поиску, вне зависимости от того, где и что вы ищете. Multi-IQ 440 производит сканирование грунта по наиболее результативному алгоритму, который обеспечивает лучший КПД в ваших условиях поиска. В металлоискателе Multi-IQ 440 реализована автоматическая отстройка от электрических помех, позволяющая металлоискателю работать рядом с линиями электропередачи, а также вблизи других металлоискателей. Такая отстройка называется автоматическим шумоподавлением. Включается она при каждом включении вашего металлоискателя. Касательная разница в глубине. Vanquish 440 и Vanquish 540. Напомним, Vanquish 440 комплектуется катушкой 25 см, а Vanquish 540 катушкой 30 см. Сравнивая приборы с катушками, идущими в комплекте, мы выяснили, что разница глубины обнаружения монеты с равными катушками у них минимальная и составляет всего около 2 см. В пользу 540 модели. Но сравнивать глубину приборов с катушками разных размеров не совсем корректно. Там большая, тут средняя, тест не совсем адекватный. Поэтому мы сделали тест глубины Vanquish 440 и 540 с одинаковыми катушками. И самое удивительное, что разницы мы не увидели. Вышло, что с индетичными катушками глубина двух приборов одинаковая. Vanquish 440, который был темной, никому не интересной лошадкой, имеет ту же глубину, что и 540 версия. Следует отметить, что сам по себе Vanquish 440 по сравнению с 540 моделью немного проще. Он не умеет работать с беспроводными наушниками, отсутствует подсветка экрана, нет в комплекте аккумуляторов и зарядки, а также отсутствует функция Iron BIOS. Это все, за исключением лишь Iron BIOS, который добавляет лишь немного гибкости в 540 модель, не оказывает существенного влияния на поисковые возможности, а делает прибор лишь более комфортным. Так что Vanquish 340 выбирают те, кого не интересует гламурная шелуха, а нужен простой достойный прибор с хорошей глубиной, хорошими поисковыми характеристиками и приемлемой ценой, которая ощутимо меньше цены Vanquish 540. По нашему мнению, золотой середины линейки Vanquish, а также лидером по отношению цена и качества является прибор Vanquish 440. Покупайте поисковое оборудование в Одесском магазине металлоискателей и копайте с нами. С вами был Сережа. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok